Джо Полчинский был американским физиком-теоретиком и струнным теоретиком. Известен Дебранами, Файрвол, Телефон Аверетта. Возможное решение парадоксов, возникающих при наличии червоточин в путешествии во времени, основано на многомировой интерпретации квантовой механики. В 1991-м Дэвид Дойч показал, что квантовая теория совместима с замкнутыми временеподобными кривыми. Так как машины времени в виде червоточин вводят нелинейности в квантовую теорию, такого рода коммуникация между параллельными вселенными, между параллельными мирами, состоятельна с предложением Джо Полчинского, так называемого «телефона Эверетта». В формулировке Стивена Вайнберга нелинейной квантовой механики. Статья задом наперед перевернута. Стивен Вайнберг сам говорил, и я приводил это в одном из предыдущих видео, что Полчинский показал, что вся эта нелинейность приводит к сверхсветовым взаимодействиям и, следовательно, нарушает специальную теорию относительности, поэтому никакой нелинейности в квантовой теории быть не может. И, соответственно, всё, что показал Дэвид Дойч в 1991 году на основе многомировой интерпретации, это бред полный. Но в статье всё вверх ногами перевёрнуто. Ладно, я сегодня хотел поговорить о работе Джо Полчинского «Воспоминания физико-теоретика». Джо Полчинский, к сожалению, не так давно скончался от рака мозга и, уже зная свой диагност, написал эту работу «Воспоминания». Калтех, Беркли, Стэнфорд, Гарвард, Остин. Вайнберг и физика Я долго изучал книгу по теории относительности Вайнберга и его статьи. Слышал некоторые его выступления, но не общался с ним до Остина. Мне стыдно признаться, но моё первое впечатление о нём было таким, что он немного медлителен. В разговоре с ним казалось, что он зацикливается на вещах, которые казались очевидными. Но вскоре я понял, что это был частью его гения. Не предполагая того, что все остальные считали само собой разумеющимся, он снова и снова открывал возможности, которые другими были упущены. Небольшой задачей, над которой он работал, когда я приехал, была квазиримманова геометрия, когда гравитация записывается в терминах связности. Кривизна появляется как в метрике, так и в верблейн. Обычно они по сути одинаковы, но он спросил, что произойдёт, если они будут независимыми полями. Насколько я знаю, это ни к чему не привело, хотя и предвосхитило некоторые аспекты компактификации струн. Более интересные примеры появятся позже. Фокусирование Вайнберга на своей физике было выдающимся. Когда ему нужно было узнать что-то, что я мог знать, он подробно расспрашивал меня. Но когда мои знания были исчерпаны, и я менял тему, его глаза заметно блуждали, и я понимал, что встреча окончена. У многих других был такой же опыт. Но я не имел ничего против него за такое. Это то, что сделало его великим. Даже с его публичными взаимодействиями и другими отвлекающими факторами, которые пришли с Нобелевской премии 1979 года, он продолжал быть творческим человеком. В последующие годы после получения премии Вайнберг опубликовал пять статей с более чем тысячи цитатами, в том числе одну с более чем 3400 цитат. И со временем у меня появилось достаточно возможности для общения с ним, как, впрочем, и всем членам группы, особенно студентам. Джо Полчинский является также автором популярнейшей книжки по теории, двух даже частей книги по теории струн. Вот что он пишет по этому поводу, когда он проводил вычетку, опечаток. Я прошелся через каждое уравнение, но скоро столкнулся с фактом, что детали – это не моя сильная сторона. И чрезвычайно сложно придерживаться одних и тех же обозначений на 800-страничной книге с множеством пересекающихся тем. Поэтому сейчас более 400 исправлений опечаток, и как минимум 200 из них исходят от студента Тома Бенка Любы Шамотля. Тома Бенка Любы Шамотля